Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня выкатим из ангара фараона. Я понимаю, что уже огромное количество видео есть в ютубе, как этот танк катается, но в основном эти видео снимают те ребята, которые крайне классно и подкованно играют. Я же хочу показать данный танчик своими руками, руками среднестатистического танкиста. Перед тем, как мы с вами начнем, я хотел бы поблагодарить Night Trap Base. Это один из моих подписчиков, который, я бы сказал, ну прям сильно меня удивил, узнав о том, что у меня нет определенного рода машин, я просто финансово себе не мог их позволить. Ну и в частности, фараон мне не выпал ни на одном из моих пяти аккаунтов, хотя я продолжаю за него бороться. Без закладывания туда своей личной голды дал мне свой аккаунт на покататься и в частности, заценить фараона. Еще ряд других машинок, я буду делать обзоры с его аккаунта. Итак, еще раз, Night Trap Base, спасибо тебе большое за то, что дал покататься на своих машинах. Я все верну тебе в целости и сохранности, возможно, только немножечко солью тебе серебра. Но это посмотрим, как получится. Итак, фараон, ивентовая машина, сейчас можно еще ее получить в течение шести там с копеечками дней, на момент, когда я снимаю видео, что будем на него смотреть? Мы будем на него смотреть исключительно через призму его орудия. Все остальное будем заценивать непосредственно в бою. Итак, смотрите, что собой орудие представляет? Время сведения не очень хорошее, мне как-то не сильно нравится эта цифра, но это связано с тем, что это барабанное орудие. Разброс на 100 метров, в принципе, как для тяжа седьмого уровня, но я бы сказал нормальный, да, то есть плюс-минус. Хотелось бы, конечно, чутка меньше цифрку увидеть, но, ребят, опять-таки, как я всегда говорю, вот эти все показатели, да, там, время сведения, разброс, углы склонения орудия вниз, их необходимо заценивать ровно как и скорость, подвижность, не по цифрам, а по ощущениям в игре, потому что, может быть, здесь цифра не очень приятная, а в игре комфортно, нормально, а может быть, цифра приятная, а в игре, ну, никак. Поэтому, ребятки, зацениваем непосредственно в самом замесе. Что касается урона, ДПМ почти 2000, и это прикольно для седьмого уровня, мне, честно говоря, нравится. Время перезарядки магазина 18 секунд, я вообще не любитель цикличных магазинов, вот честно вам скажу, но в целом сейчас будем заценивать, мне почему-то кажется, что однозначно будет хотеться, чтобы быстрее, но, возможно, его броня даст ему возможность нормально прожить время перезарядки его барабана. Время перезарядки снарядов между магазинами 2,5 секунды, и мне кажется, что это вполне нормально, вполне клево. Это не 3 секунды, как у многих барабанных орудий, но и, безусловно, не полторы, как у имбовых. Поэтому что-нибудь такое средненькое разработчики подобрали, мне кажется, все окей. 3 снаряда в магазине с пробитием 185 мм, на голде 237 мм, причем, заметьте, средний урон 250, это на базовом снаряде, и это прикольно, потому что за 3 шота 750 ты сразу откидываешь. 750 при 1600 у самого фараона, цифра довольно неплохая. То есть, по сути, за 3 барабана вы однозначно возвращаете все, что вы вывезли в виде своего хп в бой, вы возвращаете противникам, забирая у них. Соответственно, нормальный такой себе размен получается. Главное, 3 барабана этих отстрелять. Что касается всего остального, что недоговорил, заметьте, бронепробитие существенно увеличивается, прям вот класс-класс-класс как увеличивается, но при этом не сильно падает средний урон, потому что на подкалиберах 210, 40 единиц средухи, я бы сказал, что это не настолько прям большая цифра, чтобы сильно грустить. Поэтому, ребят, если вдруг никого-то не можем пробивать, я так понимаю, можем пользоваться, да, вот подкалиберами, ну и получать плюс-минус нормальный средний урон. Что касается углов склонения, заценивать будем в бою. Минус 7 немножечко смущает. Мне всегда нравится орудие, которое стартует хотя бы от минус 8, но и, честно говоря, когда у них там целых минус 15, ну это вообще красота, красота и бланная. Ну а пока будем пользоваться тем, что есть. Напомню еще раз, что я буду катать танчик вот в том виде, в котором есть. Это для меня абсолютно первый бой. До этого я танчик в руки не брал. Что касается того, что установил себе владелец данной машины, он поставил себе сухой паек, он поставил себе канистру, и он поставил себе защитный набор. Что касается того, что он взял по оборудке, и не взял ничего, потому что лям с копеечкой имеет серебра, понятное дело, что растрачиваться не хочет. Ну а я ни в коем случае не лезу в его копилку и ничего не буду поправлять. Что касается экипажа. Смотрите, экипаж по тяжелым танкам у него на пятых уровнях, и шестой сейчас есть, выкатывается в отношении пожаротушения. Короче говоря, ребят, вот в таком вот виде, в такой форме будем катать его. Теперь давайте посмотрим на статистику игрока. 51, почти 51, ну да, 51,5% у него побед, это кому интересно, статистика. Хотя я статистику никогда не зацениваю. Боев 6600, ну короче говоря, стату можете поставить на паузу и рассмотреть прям подробно и внимательно. Теперь давайте посмотрим по самому танчику. По самому танчику мне сейчас необходимо каким-то образом его найти здесь. Во всей его очереди танков даже не представляю себе, каким образом это сделать так, чтобы было удобнее. Может как-то вот... Нет, даже не так. Наверное, по уровню, да? Давайте по уровню посмотрим. Так, вот он. Итак, смотрите. Он не отыграл на фараоне ни одного боя, да? То есть боев нет. Вот процента побед нет. Короче говоря, танчик полностью вот прям совсем голый-голый-голый. Он только получил его и ни разу, как я понимаю, в бои не выкатывал. Ну что, ребят, давайте выкатим вместо него мы и посмотрим, на что фараон способен среднестатистическими руками. Честно говоря, у меня сейчас, вот верите, не верите, мокрые ладошки. Немножко трясутся пальцы, потому что играть прям вообще совсем первый бой на машине, да еще и на чужом аккаунте, ну, немножечко так будоражит. Бьет немножечко по нервам. Объясню почему. Первое. Вот сейчас я не знаю отношения владельца техники к статистике. Если у меня получится слить данные бои, то, допустим, на этой машине у него уже будет процент побед там совсем мизерный. Я, возможно, нарушу его спокойствие в отношении среднего урона за бой, но я не исключаю этой вероятности, что какой-нибудь, пускай мизерный и незаметный, но все же вклад в его ухудшение статистики по общему проценту побед тоже могу внести. Поэтому я тебя очень сильно прошу, дружище, ты уж на меня не обижайся, если вдруг что-то пойдет не так. Я буду прикладывать максимум усилий для того, чтобы все получилось. Долго не запускает в бой, я так понимаю, что связано это с тем, что, ну, огромное количество фараонов сейчас катается в рандоме, поэтому пытается всунуть меня куда-нибудь по балансу, так, чтобы это было действительно сбалансированным. Пока запрыгиваем в бой, ребят, хочу попросить каждого из вас, если вам нравятся честные обзоры на технику и вам надоело слушать напущенных индюков, которые рассказывают вам, как вам правильно играть, которые рассказывают вам по поводу того, какую машину брать или не брать и делают этот выбор, в принципе, за вас. Рекомендую однозначно берите. Ребят, подписывайтесь на мой канал, я просто показываю честные обзоры на технику, никого ни на что не агитирую, Wargaming, скорее всего, даже не подозревает о моем существовании, а значит, я им ровным счетом морально ничего не должен и не буду вас агитировать на то, что вам по определению не надо и на что вам не стоит растрачивать свою кровную голду. Я знаю цену кровной голде, соответственно, не буду ни в коем случае рекомендовать вам какое-нибудь фуфло. Итак, ребят, давайте будем заценивать машину. Машина по подвижности мне, честно говоря, нравится. Едет машинка довольно-таки приятно, как для тяжика. Смотрите, вполне нормально поднимается в горку, то есть нет такого, что она еле подтягивается туда. Пока мне все нравится. Мне очень непривычно видеть данный прицел у себя на экране, потому что играю с другим прицелом, но опять-таки, блин, у него даже приближение-отдаление на другой кнопке. Не посмотрел я, честно говоря, на все вот эти игровые нюансы. Теперь буду пытаться как-то привыкнуть к этому всему. Непривычно. У меня просто всегда под shift заточена клавиатура, я мизинцем себе просто нажимаю на shift, когда катаю танк. И, соответственно, вполне спокойно приближаю-отдаляю себе, ну, короче говоря, перехожу в режим снайперинга, да, или как он там каждый по-своему называет. Короче говоря, ребят, вот сейчас мне прям совсем-совсем непривычно играть, но что делать? Будем играть уже так, как есть. Так, одного товарища мы забрали. В этого товарища, я так понимаю, отбросаем сейчас. Теперь давайте вернемся к тому, как показывает себя танчик. Танчик показывает себя очень комфортно. Мне вот прям настолько захотелось себе его иметь, вы себе не представляете. Время перезарядки, да, все-таки немножко, ребят, великовато. Я как бы не буду говорить, что с временем перезарядки прям совсем комфорт. Но, ребят, подвижность окей. Точность орудия довольно-таки прикольная, по крайней мере, на вот таких вот малых расстояниях. Показывает себя абсолютно удовлетворительно. Что касается на дальних расстояниях, я думаю, что в этой катке навряд ли будет возможность заценить. Но, мало ли, вдруг поглядим, поиграем. Что касается времени перезарядки снарядов между собой в магазине. Я бы сказал, что очень комфортно. И время сведения, ребят, меня смущало, если вы помните. Говорил, что время сведения меня как-то вот немножечко будоражит. А точно ли его будет хватать, да? Его хватает, ребят. То есть, о чем я говорил? Я говорил о том, что, знаете, есть такие орудия, в которых ты уже успел перезарядиться. А твое сведение еще не успело сделать свое дело, да? То есть, ты еще не свелся полностью на танчик. И, соответственно, не имеешь возможности нормально шотить. Здесь же, вот как раз, я бы сказал, что, в принципе, комфортно. Безусловно, орудие не такое, в котором, допустим, идет перезарядка дольше, чем сведение. Но все же, ребят, не знаю, комфортненько. Вот реально комфортно. Это гораздо лучше, чем когда ты уже, там, допустим, свелся на соперника. И в то же время не можешь в него стрелять, потому что не перезарядился. И однозначно лучше, чем когда ты уже перезарядился, но еще не свелся. И в итоге, блин, ждешь, 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 когда же уже можно шотнуть. За это время соперник начинает куда-то отъезжать. И в итоге у тебя сбивается твое сведение, да? То есть, увеличивается разброс. Короче говоря, ребят, я, честно говоря, сейчас получаю определенного рода удовольствие. Я ожидал от Фарона гораздо худшего. И скажу почему. Я, вот честно скажу, положа руку на сердце. Я-то не катал танчик. Я видел его в боях. Я играл против него. Да, безусловно, Фараон производил на меня впечатление машины по силе, такой, знаете, плюс-минус. Вот именно в виде соперника. Потому что все-таки серые места я в нем находил, потому что его там разбирали. Но опять-таки все зависит от того, кто сидел за штурвалом той машины. Возможно, совсем не скилловый игрок или ребенок какой-нибудь, которому повезло, что у него выпал данный танчик. Я же сейчас озвучу свои ощущения. Вот для игры он реально очень приятный. Ну, мне, честно говоря, ну, прям совсем нравится. Очень становится грустно, что у меня этой машины нет. И что Wargaming не одарил меня данной машинкой за, вот, все мои попытки открыть на пяти аккаунтах. Так он мне и не достался. И, возможно, ребят, возможно, со временем, если данная машина появится на продаже за голдуху, я обязательно себе ее куплю. Я понимаю, что сейчас есть возможность приобрести данную машинку, ну, не то, чтобы приобрести, да, там, а увеличить свои шансы на выпадение, просто тратить по 1350 голды и надеяться на то, что все-таки выпадет. Но вопрос в том, когда это произойдет и не будет ли машина стоить больше голды, чем она по определению стоит. Гоняюсь я, короче, за этим Лео, ничего у меня не получается. Я так понимаю, что ничего хорошего сейчас не будет. Если Лео куда-нибудь свалит, то, соответственно, будет проигрыш. Не свалил Лео, у него не получилось, и слава богу. Итак, ребят, 4 фрага, да, я понимаю, что добирал недобитков, но ощущение от игры, оно реально просто вот, ну, не знаю, настроение превзнеслось наверх настолько, насколько только могло, и руки перестали трястись, и реально кайфанул от боя. Я бы сказал, что не сильно существенный урон, безусловно, 2075 единиц, 4 фрага, знак классности третьей степени, планку, безусловно, на фараона подняли, шок опять. Теперь давайте посмотрим на результаты по фарму. Результаты по фарму, ребят, довольно неплохие. Смотрите, без према 44 тысячи, с премом 63 300, и я не напрягался. Вот реально я просто спокойно играл, ну, не знаю, мне очень сильно понравилось, я еще раз очень благодарен владельцу данного танка, владельцу данного аккаунта, за то, что дал напокатать свой аккаунт, и дал напокатать конкретно фараона, и теперь, ребят, я скажу вам следующее. Я безумно, безумно за вас рад, если фараон вам выпал, и мне безумно, безумно жаль вас, если вы испытали удачу, и она вас подвела, и вы его не получили. И, скажу вам откровенно, я ожидал от фараона худшего, в первую очередь из-за того, что посмотрел несколько обзоров на данную машину от именитых обзорщиков, которые говорили по поводу того, что, допустим, тот же Мэджай, ему зашел гораздо лучше, чем фараон, и я вам скажу почему, потому что на своем уровне он не тянет. Ребят, не знаю, я вот сейчас заехал, по-моему, нормально он все тянет, да, там играла очень хорошо команда, да, там, я, может, не сильно имбово сыграл, я мало нанес урона и так далее, но свою миссию я выполнил, я нанес урона больше, чем хпшка у данного танчика. То есть, в принципе, свой вклад в игру я сделал. Я пользовался довольно неплохой альфой, с довольно неплохим КД, и это помогло мне, КД между снарядами в барабане, уточнюсь, и это помогло мне добирать недобитков. Я пользовался его подвижностью, я смог догонять, смог атаковать, то есть, ну, в принципе, ребят, машина для седьмого уровня, безусловно, самое то. Но, возможно, против восьмерок, если выезжать, выезжать самостоятельно, потому что, когда ты отбросишь три снаряда, тебе необходимо уходить на КД на 18 секунд, и их надо пережить. А против восьмерок, да еще и в одиночку, безусловно, у вас это не получится однозначно, и будут включать кто-то без голды, а кто-то с голдой будет пробивать вас вот сюда вот в башню, да, там, и вниз будут шить. Ребят, но на своем уровне, а уж тем более против уровня ниже, машина просто имба. Реально, мне очень сильно понравилось. Еще раз огромное спасибо Night Trey Base за то, что дал покататься. Ну, а если вам, ребят, нравятся честные обзоры на технику, без предукрашений, без агитаций, без рассказа вам по поводу того, что нужно следить за статистикой, что не надо роковать и так далее, ребят, играйте с удовольствием для себя, подписывайтесь на мой канал, смотрите честные обзоры, смотрите интересные видео. Я стараюсь для вас, ставьте колокольчик, чтобы их не пропустить. Всех благ вам, мира и спокойствия.